Привет, интернет! Это уже третий по счету дневник Кибер Евро, и я продолжаю обозревать групповой этап. На очереди группа Б, и это то самое место, где принимают участие сборные России. В первой игре Дания без видимых проблем переиграла Финляндию с крупным счетом. Вообще, финны – это дебютанты Европейского форума, и ожидать от них побед, пожалуй, не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующий матч Бельгии-России во многом должен был показать, на что будет претендовать Россия. Топовый соперник, закрытая игра и пара горчичников – вот и все, что мы увидели. Нашей сборной удалось не проиграть. Однако за ситуацией с карточками я слежу и при необходимости дисквалифицирую Грубияна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Этим и воспользовался капитан Артем Дзюба, оформив дубль и победив датчан в заочном челлендже «Накидай финнам больше». Так с четырьмя очками Россия готовится к самому главному матчу в группе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 а а алексей иванов даже сыграл в бутылочку по привычке а а а в параллельной игре грянула настоящая сенсация датчане наверное вспомнив 1992 год чемпионат Европы в Швеции просто уничтожили бельгийцев в 92-ом Дания уже становилась чемпионом Европы в составе той команды блистал Петр Шмейхель и наверняка подсказал сыну как обыгрывать бельгийцев другого объяснения у меня для вас нет и во и на в Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В последнем матче с финнами бельгийцы, конечно, победили, но к чести наших северных соседей нужно отметить, что им удалось забить гол «Престижа» и подсластить пилюлю самой слабой на сегодняшний момент команды группового этапа. Даже Болгария в группе «Смерти» не пропустила десяток «Престижа» «Покаку» «Покаку» «Покаку 000 Action» Продолжение следует... 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 и дискотека наверняка еще заиграет, но против братьев наших славян игра совершенно не задалась. Остается только поздравить украинцев со столь быстрым и уверенным оформлением путевки в 1-8 финала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В следующем матче я впервые вмешался в стартовые составы команд. Вместо травмированного Вайналдума я поставил Кевина Стротмана, который оказался как нельзя кстати для таких сложных погодных условий и даже отдал голевую передачу на Мемфиса Дипая. Я не смотрел прогноз погоды, просто так все сложилось. Нидерланды полностью отправились от поражения в первой игре, а Вайналдум вернется в старт уже в следующем матче. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры делал DimaTorzok 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 Видимо, это и расслабило желто-блакитных в ничего не значащем матче против Австрии. Австрийцы очень хотели сохранить лицо, а кто больше хотел, тот больше и забил. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И, наконец, последний матч сегодняшнего дневника – это Косово-Нидерланды. По большому счету, ничья в этом матче наверняка вывела бы из группы обе команды. Однако голландцы взяли игру в свои руки и забили целых 4 гола, в том числе в свои ворота. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так Украина и Нидерланды идут в одну восьмую вместе с Россией и Данией, а Бельгия и Косово ожидают своей судьбы, хотя уже по итогам проведения розыгрыша в 4 группах можно точно сказать, что Португалия и Бельгия тоже вышли из своих групп с третьего места. Впереди еще две группы, обязательно смотрите Кибер Евро. До скорых встреч!